Паралимпийские игры Позитивно и не более низким оптимизмом встретить эстафету Паралимпийского огня, как мы встречали эстафету Олимпийского огня 14 октября 2013 года. И хочу сказать, что город, область готова к встрече Паралимпийского огня. Проведена достаточно серьезная работа, поскольку мы понимаем, что весенний период достаточно сложен в плане погодных условий. Мы понимаем, что паралимпийское движение имеет свою специфику. И не случайно движение паралимпийской эстафеты в Туле начнется с площади Победы, символичного места для всего нашего региона. Поскольку все зрители Тульской области, все граждане Тульской области, которые будут зрителями, всей душой будут болеть за наших олимпийцев. И, соответственно, будут желать им только побед, чтобы при каждом состязании по его завершении поднимался флаг Российской Федерации и звучал гимн Великой России. Поэтому сегодня, говоря о том, что Тула принимает паралимпийскую эстафету, мы прежде всего заявляем, что Тула является полноправным участником государственной программы «Доступная среда». И, соответственно, наша задача – выстроить полный цикл комплексе жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями, людей с инвалидностью для того, чтобы создать все условия. Мы сегодня признаем, что эти условия еще не созданы, и предстоит еще очень много потрудиться. Но самое главное, что уже выстроены планы, задачи, и мы приступили к их исполнению. Эстафета паралимпийского огня Сочи 2014 начнется 26 февраля, как уже было сказано, и завершится 7 марта на Центральном стадионе, став кульминацией церемонии открытия 11-х паралимпийских зимних игр. Сами зимние паралимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 16 марта 2014 года. Эстафета паралимпийского огня Сочи 2014 пройдет по всем 8 федеральным округам Российской Федерации и затронет 45 городов России. В ней примут участие около 2000 факелоносцев. Также в эстафете будет задействовано не менее 4000 волонтеров. Паралимпийская эмблема отличается от привычной олимпийской. Вместо 5 переплетенных кругов паралимпийцу используют 3 полукружья, которые символизируют дух, волю и разум. В целом все мероприятие у нас занимает период с 15 до 17.00. Маленькая часть программы, небольшая по времени, это торжественное зажжение первого факела. Действительно, как уже было озвучено, не совсем обычным способом. И выступление там атлетов, каскадеров, вы увидите это мероприятие. Далее на площади Ленина будет торжественное празднование, торжественное зажжение чаши, выступление официальных лиц и небольшая концертная программа. Церемония зажжения паралимпийского огня, старт первого факелоносца и централизованная театральная развлекательная программа пройдут на Площадь Победы с 15.00 до 15.20. Бег факелоносцев у нас будет протяженность маршрута в городе Тула. Около 4 километров огонь эстафеты паралимпийского огня пронесут по центральной улице города Героя 20 факелоносцев. Итак, 2 марта, в день проведения эстафеты паралимпийского огня, с 8 утра на проспект Ленина будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме городского пассажирского транспорта, на участке от Площади Победы до Площади Ленина. С 14.30 движение общественного транспорта по проспекту Ленина будет полностью ограничено до окончания движения эстафеты, это примерно до 17.30. И движение на улице Советской будет ограничено на участке пересечения с проспектом Ленина. Прошу туляков, гостей нашего города учитывать это и заранее выбирать маршруты. Подробная схема движения общественного транспорта размещена на официальном сайте администрации города Тулы. Обращаю внимание автолюбителей, что 1 марта с 20.00 будет осуществляться эвакуация транспорта припаркованного вдоль проспекта Ленина. Прошу вас не оставлять личный транспорт. И спасибо огромное за понимание. Мы бы рекомендовали перемещаться вместе с фокелоносцами от места заржения до места самого празднования. И, наверное, это было бы правильно. Учитывая то, что паралимпийское движение, равно как и олимпийское движение, это движение, направленное на популяризацию здорового образа жизни, воздержаться от злоупотребления. Все-таки надо, наверное, радостно на позитиве с чашкой тульского чая, с тульским пряником встретить фокелоносцев и, соответственно, пожелать всем участникам паралимпиады успехов и побед в хорошем настроении, которое создается именно от души и сердца, а не с помощью гречительных напитков. Продолжение следует...